Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Итро. Мы подошли к горе Синай и получили 10 заповедей. Но еще пару недель назад, в прошлых главах Торы, мы были в египетском муравстве, и Бог посредством 10 казней раскрылся нам в проявлении своего главного имени Ашем, Юткей Вавкей. И поэтому уже там мы могли сказать, что мы знаем, кто такой Ашем, сотворивший мир, потому что 10 казней соответствовали 10 речениями, которым был создан мир, так называемый Маосе Берешит. И сейчас на горе Синай нам раскроется, что 10 казней еще и соответствуют 10 заповедям. И все это одностроенная система, познанная нами. В прошлой главе мы вышли из Египта и родились как народ, выполняя волю Бога. Мы перешли море, и там, как объясняют великие раши, каждая служанка увидела, что впоследствии откроется пророкам, в том числе пророку Ехескелю, в его видении колесницы Меркова Всевышнего. Там, на море Суф, Всевышний открыл нам эту тайну, структуру своей системы управления этим миром. В кабале она называется Маосе Меркова. И поэтому народ, который в этой главе подошел к горе Синай, называется мудрецами Дордеа, поколение знаниями. Какого знания? Максимального, полного и доступного для человека знания Бога. И это знание из уст в уста по цепочке передачи информации, зафиксированной в том числе в Мишне-Пиркеевод, дошло до царя Давида и Шламо, их поколения и поколения первого храма, и потом до нас. Поэтому уже с того момента мы не верим, что есть Бог. Мы знаем, что Он есть, и что Он вовлечен в управление этим миром на уровне не только Ажихахи Пратит, общественного проведения, но и Ажихаха Лолит, частного проведения. Но более того, мы знаем, как Он управляет этим миром, всю структуру управления. И вот в этой недельной главе на горе Синай мы получаем 10 заповедей, вместе с ним всю Тору. А вместе с ней все то, что должно быть понято евреям 21 века, как миссия, функция, цель. Мы получили закон и знание о воле Бога. И все это знание отличает нас от всех народов, выделяет нас из всех народов вокруг, потому что у них нет этого знания о Боге. И оно у них есть только от нас. То, чем мы с ним поделились. И в эту целостную систему знаний нам каждому нужно обязательно внедряться, разбираться, постигать, потому что это не только наша обязанность. Без этого невозможно сближение с Богом. А еще без этого невозможно разобраться, в чем смысл жизни, который так нас всех интересует. Понимание, осуществование этой системы знания, которой обобладает еврейский народ, мы, это уже большой урок для нас, евреев 21 века. И это место для промежуточного лыхаема. И еще сегодня я хотел сказать об одном аспекте получения нами заповедей. Первую заповедь. «Анухия, Шемелокеха, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, слышал весь народ, стоявший у горы Синай. И слыша голос Бога, который звучал отовсюду, наши души отлетели, и это было подобно клинческой смерти. И Всевышний оживил нас, вернул нам душу, и это был архетип оживления из мертвых, который ожидает нас в будущем». Услышав вторую заповедь, «Ло Ихье, Лехай, Локи, Махерим, не будет у тебя других богов, наши души снова отлетели, и Всевышний снова вернул нам душу, оживил нас». Перед третьей заповедью мы уже говорим Маше Рабейну, так написано в нашей недельной граве, «Если они сказали Маше, говори с нами ты, и мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем». И в этот момент Бог за эти два шага смерти и оживления добавил нам два уровня души и завершил формирование в нас особенной еврейской души. Начало формирования началось уже в Египте, во время последней казни был сформирован уровень Нефеш, мы как бы смогли дышать, существовать. И при рассечении моря был сформирован уровень Руах, мы получили окончательную свободу, то есть возможность выбирать. Потом где-то в процессе войны с Амалеком была сформирована наша Нешама, представитель Бога в нас, воздействующая на нас через мозг. И в целом, как в каком-то подобном виде, три уровня этих души, Нефеш, Руах, Нешама, есть в любом человеке. И вот сейчас при получении нам первых двух заповедей и двух оживлений из мертвого, мы получаем два уровня, присущие только еврейским душам. Это Хая и Ехида. И таким образом, на горе Синай было закончено формирование еврейской души, которая состоит из пяти уровней Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Ехида – это пятый, самый верхний уровень нашей души, которая прикреплена к самому высокому из возможных мест прикрепления душ, к самому единству, Ехуд Всевышнего. И так в итоге Бог реализовал обещанное нам еще в главе Вайра, три главы назад. То есть это те самые четыре бокала, которые мы пьем в Песах. И сказано, я Бог, и я выведу вас из бремени египетского первый бокал, избавлю от порабощения ими второй бокал, спасу вас мышцей простертой третий. И вот я приму вас к себе в народ и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Бог всесильный ваш. И Бог взял нас себе народом. Мы стали народом Бога по нескольким параметрам. Мы вышли на свободу, выполняя волю Бога. И далее продолжали ее выполнять, то, что говорит нам Бог, делали. И мы единственные из народов согласились и приняли Тору, сказав, что будем исполнять ее и потом понимать. На Асэванишма. Мы приняли возложенную нас Богом миссию, функцию в этом мире. И наконец мы получили душу, которая прикреплена к самому высокому месту в духовных мирах, к единству Всевышнему. В результате Бог сделал нас частью духовного корня, духовного плана всех-всех событий, которые будут происходить в этом мире. Ведь все события, происходящие в этом мире, сначала формируются в замысле Всевышнего и затем посредством четырехступенчатого сокращения, цимцума, спускаются в нижний мир. И вот наш духовный корень на горе Синай был прикреплен Всевышним в самом высоком месте, там, откуда и исходят корни всех событий в этом мире. Мы стали частью этих событий в корне. И, наверное, поэтому во многих местах в Торе мудрецы видят намеки, что ради нас был сотворен мир. Как сказано, например, в главе «Берешит», «Берешит» – «Берешит» – «Берешит», мудрецы тракуют «Бешвиль решит» – «Ради первых», ради тех, кто в начале, кто в корне. Бог сотворил мир. И отсюда становится ясным высота нашей миссии, функции и цели, как народа Бога. В своей основе они связаны с этим аспектом, с высотой нашего духовного корня. И под горой Синай стоят эти 600 тысяч рослых мужчин, у которых появляются эти 600 тысяч еврейских душ, и они формируют тот объем еврейских душ, который остается неизменным навечно. Ведь эти 600 тысяч еврейских душ соответствуют 600 тысячам знакам в Торе. Да, с того момента появилось уже более 20 миллионов еврейских душ, но говорят наши мудрецы, что в корне все наши души состоят из этих 600 тысяч душ, их сходят из них. Эти корневые души дробятся, мельчают, но все равно в корне остается неизменным общий этот объем, потому что неизменным остается 600 тысяч знаков в Торе. И поэтому мы слышим от наших мудрецов, что все мы стояли на горе Синай, потому что все наши души являются частями этих 600 тысяч душ, стоявших на горе Синай в этой недельной главе. И в каждой нашей душе остается неизменным прикрепление к уровню единства Бога нашей верхней части души. И это очень важный аспект для нашего понимания сегодня, для понимания евреев 21 века. Кто мы? Что есть в нашей душе? Частью чего мы являемся? И отсюда какая наша миссия, функция, цель, смысл жизни? Теперь можно только себе представить, какую эту катастрофу, потерять эту душу, потерять этот духовный корень и с ним миссию, цель и смысл жизни. И именно поэтому мы так боремся за наших детей, чтобы они и их дети, наши внуки, остались евреями, сохранили эту высоту, эту причастность к Богу, вместе с ним близость к Богу. Буду рад, если после нескольких этих минут стала чуть более понятна значимость нашего еврейства, и поэтому и значимость еврейского образования и воспитания, которые в силу наших возможностей увеличивают вероятность, что наши внуки сохранят в себе нашу еврейскую душу, окончательно сформированную на выходе из египетского рабства на горе Синай, в процессе получения нами Торы. Хорошего вечера, бархавая цлаха. Остаемся и дальше в поисках смысла.